Радио Like.fm Слушай, что нравится! Привет, друзья! Сегодня у нас для вас предновогодний подарок. Это OpenKids в студии Like.fm Привет! Много-много шума, много веселого шума, девчонки. Слушайте, вопрос, который волнует, наверное, всех слушателей, всех наших сегодняшних зрителей. А сейчас, как бы, еще нужно учиться. Декабрь. А у вас гастрольный тур. Как вы справляетесь с этим? Как вы разрываетесь на части? Ну, в школу мы попадаем, наверное, 2-3 раза в неделю. Об этом многие мечтают. Ну да, вообще, да, мне кажется, многие подростки об этом мечтают. Но это трудно, потому что приходится бегать по учителям, сдавать домашние задания, делать их по ночам, всякие проекты, плакаты. В последнее время мои одноклассники стали мне помогать, поддерживать, скидывать домашние задания, и поэтому мне как-то сейчас немного легче с этим. Чаще всего мы приходим в тот день, когда уже контрольная, и нас не было на той теме, когда это учили, и мы сразу начинаем писать контрольную. А учителя как-то, они к вам относятся наоборот, с пониманием, и входят в положение, говорят, ай, ну ладно, песня-то хорошая, поставим пятерку. Нет. Давайте сейчас пожурим учителей, которые не ставят вам пятерки. Кто? Давайте, перечисляйте. Двенадцатибалльная. Ставьте, поговорите, какие учителя не ставят вам двенадцать баллов. По каким предметам? Честно, двенадцать баллов никто не ставит. Мне поставили на, у меня была контрольная по биологии, мне поставили двенадцать баллов. Сейчас аплодируют люди, которые смотрят нас, такие, ого, ничего себе, мы даже пятерки не можем получить, она получает двенадцать баллов. Слушайте, декабрь это не только учеба для большинства артистов, это такое, знаете, золотое время. Говоря таким, на сленге артистов, люди бомбят на корпоративах. Вы уже выступаете на корпоративах? Сейчас у нас в декабре наоборот тур. Мы готовимся к концерту в Крокус-Сити Холл, у нас очень много репетиций, поэтому сейчас мы, наверное, более в такой творческой атмосфере готовимся. Двадцать второго числа. Концерт в Крокус-Сити Холле. Кто круче всех, правильно? Круче всех будет называться концерт? Да, это наш тактур называется. В Крокусе это будет точка вашего тура? Конец, финал? Еще после самого главного концерта в Крокус-Сити Холл в Москве у нас будет тур по Москве, там будет пять городов. Хорошо, давайте еще про концерт. Ваш концерт, что там будет крутого, что там будет классного, что там будет необычного? Мы едем в Москву с нашим балетом Open Crew. Хореографию ставит наш любимый хореограф Андрей Сидорко. Крокус-Сити Холл это будет очень масштабное шоу, мы надеемся, что вы почувствуете, кто тут круче всех. А также еще с нами поедут такая есть маленькая группа детки. Они танцуют и будут танцевать пару номеров. Вот это да, круто. С нами будет петь «Мир без войны» наши друзья Республика Китс, поэтому будет много интересного. Кайфово, вообще какие сюрпризы ждут нас, какие-нибудь артисты приглашенные. Те же самые Квест Пистол Шоу. Возможно. Ну, это уже не будет сюрпризов, если мы скажем. Ну, вы все поняли, да? Угу, угу. Все сами узнаете. Смотрите, скоро Новый год. Да. Сейчас будет очень серьезный вопрос. Вы верите в Деда Мороза? Да. Я верю в Санта-Клауса. Ну. Они отличаются. Не надо тут. Дед Мороз-то русский, а Санта-Клаус, он американец. То есть... Юля именно с Америки едет с Санта-Клаус. Ко всем Дед Мороз приходит, а к ней с Америки Санта-Клаус бежит. О, о. То есть, подожди, то есть ты письма пишешь на английском языке? Нет. Нет, на английском. Ну, пряту. Хорошо. А чего вы ждете в подарок на Новый год? Каждый это пускай ответит. Я пока что не знаю. Ну, в смысле? Санта-Клаус должен знать, что ему нужно принести. Вообще, мы будем праздновать вместе на сцене с девчонками. Вот так. Первые в этом году. Но вы же все равно 1 января отправитесь под елку, как все, смотреть какие подарки вам. В этом году семья будет дарить подарки на Рождество. Хорошо. А у тебя? А я не знаю. Я ничего не писала. Никакое письмо Деду Морозу. Пора бы уже написать. Так, ты придумала. Было время. Я пока тоже не писала, но я очень хочу поехать куда-то отдыхать с семьей. Хорошее желание. Мне кажется, очень простые. А, кстати, после тура у вас будет какой-то отдых, у вас будет отпуск? Да. Весь январь. Не ищите. Концертов не будет, а панкист будут отдыхать. Девчонки, ну и теперь в завершении нашего с вами интервью. У нас все артисты, которые приходят на Like.fm, которые дают нам интервью в нашей студии, придумывают какую-то новую крутую песню. А сейчас нас с вами тоже нужно будет импровизнуть и что-то такое необычное записать. Рэдди, стэдди. Да, готово. Ну же, приходи на концерт, пусть завидуют все, мы приедем к тебе. 22 декабря в Крокус Холл, Москва в Сити порвем и тебя тоже ждем. Кто-кто, кто-кто придет? Нет, ну кто придет? Нет, ну кто придет? Кто-то круче всех, кто-то круче всех, кто-то круче. Ты покупай, друзей, всех собирай, будь на позитиве, покажи им всем, что ты чувствуешь. Эй! Эй, друзья, 22 декабря в Крокус Сити Холл концерт Open Kids. Если вы круче всех, обязательно вы будете там. Эти лайки специально для вас. Радио Like.fm Слушай, что нравится.